Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодняшняя тема очень важная. В чем можно замочить семена перед посевом? Каждому огороднику хочется вырастить крепкую и здоровую рассаду, но не у всех это получается. И все, конечно же, хотят узнать секрет успеха. Но если бы это все было так просто, ну, наверное, было бы неинтересно, потому что нам всегда дороже то, что дается с трудом. Огород это не исключение. Но есть определенные процедуры, которые все-таки можно отнести к факторам, из которых складывается успешное выращивание овощей. Например, если мы замочим семена перед посевами, то они взойдут быстрее и дружнее. Если еще их протравим дополнительно, то рассада будет здоровой и меньше восприимчивой к заболеваниям. Вот из-за этих маленьких мелочей потом складывается ваш богатый урожай. Сейчас торговые сети предлагают огромный ассортимент препаратов для замачивания и обработки семян. И каждый может воспользоваться этой помощью. Но просто их так много, что новичкам легко растеряться. И сейчас мы поговорим о том, в чем же все-таки можно замочить семена перед посевами, для того, чтобы они быстрее взошли. Но я хочу еще раз напомнить, что замачивание семян в растворе, стимулирующем схожесть и протравливание семян, это две разные процедуры, у них разные цели. Если в первом случае, вот сейчас, когда мы будем замачивать в стимуляторе, мы просто пробуждаем семя, делаем его сильнее, ускоряя в нем ростовые процессы, то протравливая семена, мы уничтожаем инфекцию и предохраняем будущую рассаду от различных заболеваний. Так что, если у вас есть время и возможность, лучше сделать и то, и другое. В чем лучше замочить семена, чтобы они быстро взошли? Вариантов очень много. Можно замочить в любом... Сейчас я сначала про удобрение. В любом фабричном удобрении, я сюда пачки не стала большие приносить, но вот есть комплексные удобрения, например, диамофоска. Можно растворить эти гранулы и замочить. Можно растворить вот во всех, в любых стимуляторах, регуляторах и других подобных препаратах, которые предназначены именно для этого. Вот, например, Эпин, читаем, где он? Универсальный антистрессовый адаптер. Сейчас найду эту строчку. Регулятор роста. Повышает всхожесть семян. Циркон. Циркон не только повышает всхожесть семян, но еще как... Он еще и как протравливатель используется. Энерген. Природный стимулятор роста. Так, сейчас я прочитаю. Повышает энергию прорастания и всхожести семян. Сейчас найду вам строчку, покажу. Вот. Вот этот тоже для замачивания очень хороший вариант. Так же мы использовать можем и бутон, который летом мы обычно применяем для улучшения, повышения завязи. Он тоже является стимулятором, и его применяют для замачивания семян. Экопин. Такой же как Эпин, еще есть и Экопин. Он тоже применяется для замачивания семян. Написано, комплексный биостимулятор роста и развития растений. Антистрессант. Так же любые жидкие, органические, органоминеральные. Вот, например, гумат натрия, органическая гумат калия. Все эти концентраты... Вот тут даже есть, видите, специальный отдел. Обработка семян. Приготавливаем рабочие растворы и обрабатываем семена. Любой из вот этих вот препаратов у нас идеально подойдет для замачивания семян перед посевами. Для стимулирования их. Я в последние годы вот остановилась на Эпине. Всегда использую Эпин. Это быстро, удобно. Там маленькая капсулка 1 мм. Ну, как это, такая ампулка. Растворяю ее в воде, замачиваю. Она дешевая. Я вот чек специально приготовила. Сегодня покупала. Вот Эпин Экстра. Стоит всего 14 рублей. Также Экопин стимулятор 14 рублей. Циркон 15 рублей. Все это недорогие средства. И нужно все-таки использовать вот эти возможности, которые дают нам производители этих препаратов, и пользоваться. Потому что семена, особенно которые покупаем в магазине, они лежат, может быть, не один год уже на прилавке. И если вы их простимулируете, они быстрее взойдут и будут сильнее. Так как их очень много, вот этих вот всяких препаратов, о каждом из них я буду рассказывать потом отдельно. И именно рассказывать, как правильно приготовить рабочий раствор. Потому что они все инструкции разные. И если человек не знает, вот некоторые, для них вот эта таблица ничего не значит. Они не могут сообразить, как отмерить там 0,002 миллилитра. Насколько замочить. Если семена, например, старые, можно ли держать двое суток. Я все эти подробности буду рассказывать. Но каждый будет освещен отдельно. Сейчас я самое главное, что хотела донести до вас, это то, что замочить семена можно в любом растворе, в любом стимуляторе, регуляторе роста, жидкого, сухого удобрения. Если уж ничего нет под рукой вот такого фабричного, можно замочить даже в растворе золы или приготовить раствор из сока алоэ. Вот на окнах у нас комнатный цветок алоэ. Он тоже как природный стимулятор. Если уж вообще ничего нет, то можно замочить просто в воде. Даже такое простое замачивание ускорит прорастание ваших семян. Они набухнут и побыстрее появятся из-под земли. Все. Вот этот краткий видеообзор тех препаратов, которые вы можете использовать, вы можете пойти в магазин или спросить, дайте мне любой. Или вот я сейчас сделаю видеообзор этих препаратов. Выберите, какой вам будет удобнее. Ну вот любым из них можно пользоваться. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Мы сейчас будем помаленьку, шаг за шагом. Вот этот наш огородный ликбез продолжать. И чтобы к началу весны, но тут время осталось совсем немного, чтобы вы имели хотя бы общее представление о том, что нужно сделать, чтобы получить богатый урожай. До свидания.